Субтитры подогнал «Симон» 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 И наша потребность — это не больше, чем источник активности. По сути по своей, это генетические программы, которые позволяют индивиду осваивать окружающий мирок у себя. По сути по своей, если у индивида больше потребностей, тем, соответственно, он более настроен на экспансию и более конкурентен окружающей среде. Если мы посмотрим на эту пирамиду, она достаточно известна и расширена, то мы можем увидеть, что первые биологические потребности, базовые, это то, что гаджеты могут делать уже сегодня. По сути по своей, разное развитие технологий, в том состоянии, которое находится, это уже можно закрыть. Следовательно, социальные, духовные и прочее. То, что человек должен делать в перспективе, в будущем, то, что ему делать, понравится. И отвлекаясь на, соответственно, низ иерархической лестнице. Если говорить в общем, если говорить в общем, про потребности, то мы думаем, что мы свободны в принятии определенных решений. Мы предполагаем и осознаем наши глубинные мотивации, которые чаще всего оказываются ложными. Дело в том, что большинство наших действий в течение дня, в течение жизни происходит автоматически. Это модели. И только значительная часть из них, незначительная часть из них исходит из нашего сознания. То есть все действия, которые мы пытаемся объяснить с помощью мышления, на самом деле мы должны объяснять с помощью потребностей. Исходя из этого, мы все с вами типично осознаем и типично взаимодействуем с окружающей следой. Соответственно, все наши типичные поведения, это и есть модель. То есть модель поведения, есть наша типичная реакция. Буду назвать это паттерны. То есть паттерны, что есть? Паттерны — это схема, это образец, который повторяется постоянно, компоненты которого повторяются предсказуемо. Соответственно, они легко помещаются в математическую схему. Часть паттерна, потому что мы можем не повторять целиком, можем повторять часть, это называется код. Согласитесь, уже есть, что параллельно тому, что мы называем нервными сетями, как это работает. Есть схема, математическая формула, которая может быть объяснена, и часть кода. Что характерно еще паттерну нашего поведения? Это бессознательность, это периодичность, это предсказуемость, повторяемость. И, что самое важное, это очень-очень сложная часть их коррекции, потому что модель уже встроена. К чему это? Это к тому, что, допустим, мы проанализировали наш организм, просканировали, условно говоря. Мы поняли, что наши биологические часы устроены каким-то образом. Мы поняли, что у нас есть определенная энергия, которая с помощью одних инструментов в нас, условно говоря, попала, и с помощью наших действий она потрачена. У нас есть какие-то потребности, мы понимаем, зачем это нужно делать. Но если мы не заменим модели, то поведение, соответственно, это все будет иметь очень-очень низкое ППД. И сейчас, анализируя каждый, все наши физиологические процессы, сердечные, умственные и прочее-прочее, могут эти модели создавать за нас в помощь университета. Наша задача будет сугубо их внедрить в нашу жизнь или повторить. Как это будет происходить в будущем, вопрос открыт. Но тема сегодняшнего выступления про веков трекеров – это еще интернет-вещение. По сути, по-своему, сейчас поговорили про внутреннюю составляющую человека. Это энергия, физиологические процессы, мотивация и прочее-прочее. Теперь поговорим про эту систему, которая будет находиться вне. Но под интернет-вещение я понимаю очень простое объяснение – это связь реального и виртуального мира. Достаточно просто. Но не просто связь, исходя из проводной и беспроводной связи. Фактически это очень глубокое взаимодействие человека и каждого предмета. Люди-агентность так называемая, когда каждому из предметов присущий ген, который связывается с другими агентами и создает эту систему. Главное, насколько я понимаю, интернет-вещение, как я вижу, в будущем – это сдвиг парадигма. Когда мы должны не объяснять схему действия для достижения результата, а можем просто сформулировать цель. И, соответственно, эта система будет лучшим образом эту цель добиваться. Можно, соответственно, этому выделить три характеристики. Соответственно, это прозрачность, это взаимодействие с личностью, я подчеркиваю, личностью, а не человеком, соответственно, с предметом. Ну и сдвиг вот этой самой парадигмы. Как это может работать на уровне гаджетов? На уровне гаджетов это может работать очень простым способом. К примеру, вы едете на автомобиль, и вам звонит кто-то с работы или из семьи, и вы напряжены, у вас поднимается уровень стресса, соответственно, детектирует это все, что происходит, автоматически умный дом начинает снижать скорость автомобиля, чтобы вы не превысили включать определенные якоря, которые в будущем или в прошлом снижали непосредственно вашу стрессовую ситуацию, снижали уровень вашего стресса. Если вы устали, соответственно, гаджеты, собирая информацию, будут заказывать и будут в нужное время предоставлять вам необходимую пищу. Соответственно, также будут настраивать вокруг себя умный дом, транспорт, безопасность и торговка. Все это можно делать уже сегодня, но пока еще недостаточно развиты именно область нейросети, которую, в принципе, идет работа. Логично представить, что, обсудив вот эти все темы, можно представить, что человека ждет в будущем, как это будущее вижу я и с использованием тех же гаджетов. Сейчас мы уже собираем достаточно статистики, чтобы понимать, что с нами происходит. Проблема в этом, что это всего лишь статистика. Человеку нужно ее проанализировать, собрать информацию, проанализировать еще раз, сделать какие-то выводы и решения. Исходя из начала презентации, понятно, что решения мы делать не хотим, потому что это сложно тратить наши энергии. Это барьеры, которые валюты у нас уже заводят. Соответственно, сейчас идет вторая волна, или, можно сказать, что это будет второй шаг, когда непосредственно гаджеты, собирая информацию, нейросети это обрабатывают, будут выдавать вам рекомендательный характер того, что вы не выводите. В каком состоянии нужно находиться, в какой момент вам нужно сделать то или иное, получить, предоставить и прочее. Пока это тоже будет не автоматический режим, потому что вы все равно информацию принимаете и сами решаете, что с ним будет. Следующий шаг, и он самый интересный, это создание у себя экосистемы. Когда, в принципе, базовые принципы и базовые потребности наши будут закрываться умными вещами, интернетом вещей автоматически. Нам не нужно выдавать никакие сигналы, мы будем устанавливать цели, и вся эта система вокруг нас будет, соответственно, это организовывать. Сердце. Почему я хочу затронуть сердце? Потому что неимпозивный способ получения информации сейчас не более актуален. Есть мозг, который дает информации больше. В любом случае, есть органозная кровь, которая тоже очень информативна. Но получение данных оттуда на сегодня проблематично. Сердца уже нет. Дело в том, что оценивать электрокардиограмму, вариабельность ритмов, пульс, прочее, прочее, и обрабатывать эту информацию можно уже сегодня. Уже существует и обрабатываются активные гажи, которые позволяют как умные часы. Снимать ИПК с медицинской точностью. Вопрос использования этих гажетов, будь то медицина, вебнес, фитнес, она еще открыта. Потому что будет очень много лоббирования информации с точки зрения медицины США. Потому что использование гажетов понятного взять определенный бюджет. Но в то же время мы не можем отказаться от того, что это будет буквально завтра или послезавтра. Потому что это, в принципе, будет нам удобнее. В контексте всего сказанного я хочу перейти к проекту, которым занимаемся мы сейчас. Это проект OpenBot. В чем его основная смысл? В чем его основная суть? Мы анализируем все, про что я говорил. Мы разделили это на несколько модулей. И каждый из модулей условно создает перемены, которые влияли на данный. Это период суперкомпенсации. Почему мы говорим только о нем? Дело в том, что создавая эффективность вокруг нас, и создавая себя эффективнее, успешнее, это очень субъективно. Потому что для нас, для всех, успех, в принципе, не субъективен. Как и результат. Ну, каких-либо действий. И пока внедрять в эту область, то есть делать его масштабно, уграрно. Поэтому мы решили применить это к спортсменам. И мы разрабатываем, по сути, сейчас фигустрекер. Судя в сегмент до минимума, это марафонцы и будем так называть до минимума. Дело в том, что любой стресс, который возникает из-за тренировок, приводит к тому, что мы истощаем свою свою. Существует несколько инструментов, которые восстановление увеличивают. И есть вот такой вот волшебный случай. Он называется периодом суперкомпенсации. Тогда, когда вы эффективнее, он мог до 20% в зависимости от того, насколько вы подготовлены спортсменами. Следовательно, если вы постоянно на тренировках попадаете вот в этот момент, вы уже обгоняете себя конкурентов на несколько минут. Для полумарафона это очень-очень значительно. Теми, эргенические слены, которые у нас были, это подтверждают. Каким образом это все работает и как это взаимодействует? Есть гаджет, который снимает ЭКГ, который снимает пульсы, тут-туда мы считаем вариабельность и прочее, прочее. Нам нужна динамика ЭКГ, поэтому мы не гонимся за точностью медицинской, если в зале есть работники медицины. Это первый вопрос, который говорит, какая точность. Дело в том, что для нас важна динамика. После этого мы должны проанализировать, в какой момент человек истощен максимально, когда вырубится. Потому что если мы не получим достаточно спрессов, мы не получим достаточно восстановления. И с помощью вот этих вот четырех модулей, которые, двое из них управляет нейросетями, остальные это все глубоко линейные инструкции, мы влияем на вот этот вот период восстановления, чтобы если человек по своему графику, когда ему удобно, попал сюда компенсация по существу. То есть это упрощенная модель того, что я рассказывал, пока адаптировались к экспортаментам. Мы двигаемся на данный момент, у нас уже готов прототип, у нас уже разрабатывается софт, мы активно плавим машины данными для того, чтобы они это делали вместо нас. Я думаю, что еще раз на протяжении полугода мы покажем уже готовый прототип, который мы уже будем использовать минимум на 50 лет. Это достаточно, чтобы сделать 500 итераций, для того, чтобы продукт на бета-версии мог уже выходить в рынок. На этом все. Поэтому с удовольствием отлично. Очень спасибо. Спасибо. Попросик воды. А в бета-тестировании можно ли такой инженерный адвазец у вас приобрести и попользоваться? На данный момент нет. Потому что на данный момент мы тестировали это все на себе и на узком круге людей. Как только мы выпустим эти 50 последов, они будут использованы именно обывателями, то есть в Викторе тренироваться. Будут несколько задач на них поставлены, достаточно сложные. То есть введение дневника, то есть прочее, для того, чтобы данные и данная наша была объективна. Поэтому следите за Фейсбуком, собственно говоря, там будет у нас выкинута информация, что мы начинаем выполнять. Думаю, что это через 2-3 месяца. Какие именно данные вы собираете? На данные? Да. То есть это электрокардиограмма, это пульс. Оттуда мы уже высчитываем все необходимые для нас данные. А есть какие-то конкуренты? Конечно, есть. Если бы подразумевать, что конкурентов нет, то достаточно, как я уже говорил, гаджеты вставляют в оценку электрокардиограмму. Дело в том, что данные, которые собирает электрокардиограмму, можно применить и ко всем сферам изоляции. 90% из них настроены на медицину. Мы взяли в СИО-русский сегмент, в котором мы компетентны, в котором мы занимаемся уже достаточно давно, это спорт. И для него мы выбрали фишку, которая будет эксплуатироваться и которая сможет продукт подвинуть в сегменте. Потом я думаю, что век. Скажите, пожалуйста, как вы видите электрокардиограмму? Как снимаем? То есть, соответственно, два электрода у нас существуют, мы замыкаем цепь. Но один электрод на прослете. Один и второй электрод на прослете. Дело в том, что оба электрода на одном прослете. Да. Мы замыкаем цепь, соответственно, одно отведение и потом несколько отведений в зависимости от того, какую информацию мы хотим получить. Одного достаточно для динамики, трех достаточно для более-менее точной функции. Это уже работает. А можно громче? Да, вот, извините. Интересная такая тема. Знаете, какой вид спорта? Это приключенческий конкурс. Приключенческий конкурс? Да. Нет. Ну, в Яросе достаточно не прикуски в спорте, но смысл в том, что люди в течение суток двое-трое постоянно на точной дистанции. Мне бы было бы очень интересно узнать, ну, тем, кто меня на этом участке, что вы спросили с Макомиром, и думаю, что вам было бы тоже интересно на работе. Любое. По сути, по сути, не важно, что за вид спорта. Ключенческий конкурс, гонки за драконами, там, все равно, там, асфальт, на скорость в ходе власти. Дело в том, что, ну, мы должны, посыл, энергия тратится, энергия восстанавливается. Ну, и фиксируем и то, и другое, влияем на восстановление с помощью, там, четырех модулей, про которые я писал. И, соответственно, доводим человека до периода вот этой суперкомпенсации, чтобы человек был эффективен. Если несколько суток, то это все можно спрогнозировать. Мы так собираемся работать, кроме марафонцев, еще с триатлонистами. Нашими местами на них будем испытываться. То есть у нас две направления таких больших, это фитнес. Его мы оставили на второе, потому что результаты фитнеса очень субъективны. Очень субъективны. К примеру, Ай-Ан-Мэн, или же марафон. Метрики очень понятны. Нужно прибежать быстрее на это количество времени. Все. Это можно, да? А где ваши теста у них получится перед мвм, например, полу-от-полу-от? Ну, здесь мы говорим совсем о разных продуктах. Дело в том, что даже не повары лучше, как говорится, гармин. Потому что повары, это еще и GSM-навигатор, у них достаточно своя распространенная система. Дело в том, что ни один триггер, который существует на данный момент, не дает рекомендации по восстановлению и не улавливает момент, когда восстановительство может нерваться дальше. Плюс ко всему, он находится на первом шаге, который я описывал. То есть, они просто подают статистику. А вы уже сами думаете, что с этой статистикой делать? Ого, ого, ого. На чем он основан? Если он основан суббой на оптике, ну, так называемый, съем пульса, то он не имеет места с действительностью. Потому что, исходя из... Это не наше изобретение, это медицина, это спортивная медицина, которая объясняет период суперфекринцации, как что-то, что наступает от двух до пяти дней после нагрузки. Когда можно вычислить вывода этого сугубо в аппаратурных исследованиях, когда вешают датчики для спортсмена, берут у него кровь, прочее, прочее. Там достаточно серьезная диагностика. А если мы говорим сугубо про нагрузный датчик, то это на данный момент возможно. Просто проблема нагрузного датчика с помощью нагрузы. И носитель. А он такой способ? На данный момент, да. Но он абсолютно коррелирует с нашим. Поэтому мы именно системой, которая позволяет и снимать ЭКГ, и рассчитывать пульс, и снимать считать вариальность, прочее, прочее, дополняет его в том, что мы можем точно определить расходы на это. И это очень важно. Потому что не знаю, сколько мы ее подратили. А это значит, что мы должны носить поиск постоянно. То есть, если ваша система будет давать на сетки или точнее, а не по ЧСС, то есть, когда мы будем точнее. Плюс, не ЧСС. Мы ЧСС будем обязательно уточнять электрокартиограмму. Это очень важно. То есть, потому что электрокартиограмма гораздо точнее. То есть, ЧСС, это по-русски. А электрокартиограмма это зубцы. На самом деле, звонение, от лицов культуры это гораздо больше информации. Сколько живет просветных к лету? Пока фототип, мы его используем без экрана, и он 5 дней выдерживает. Мы планируем, чтобы он с минимальным экраном или без, пока мы будем проверять на экульсе, заработать неделю. Дело в том, что в этом браслете, скорее всего, по нашей экульсе придется спать. Поэтому мы его делаем очень тонким. Экран может его уточнить. Потому что мы должны высчитывать непосредственно экульсер, когда мы рассчитываем. Больше вопросов нет, да? Я правильно понимаю, что отведение с одной руки получается для ЭКГ? Получается, что у нас на одной руке поступает электрода, отведение мы замыкаем где-то второй. После этого есть еще несколько отведений на пути, которые используются или не используются непосредственно в газ-номерах добровольных. Потому что не дает более точной информации. То есть вы подразумеваете использование оборудования? Да, подразумеваю, но я уже говорил вначале о том, что нам важна динамика. А если мы хотим получить сугубо точные данные, тогда нам нужна будет. Я понял. А вы просто подразумеваете использование во время тренировок или нет? Ну, во время тренировка ЭКГ будет снять пробегиотечное время подхода. Потому что можно зафиксировать, когда закупываете. Но мы будем его уточнять во время отдыха и постоянно будем сниматься. То есть правильно я понял, что во время тренировок вы не подразумеваете использование этого? Тут нужно разделить понятие. Тренировка – это есть, скажем, смена активности и отдыха. То есть во время отдыха мы снимаем ЭКГ, во время активности нет. По сути, по своей этой все и называется тренировка. Именно ЭКГ позволяет уточнить, насколько мы истощили сейчас. А пусть в этом случае потеряет количество головок. Тренировка – это не только для этого, но и для этого. Спасибо большое, Тимофе. Просто кучу. Спасибо. Спасибо. А вы предлагаете в Китай? В Китай? Ну, то есть большие серии, конечно, готовы. То есть маленькие партии мы сейчас делаем в России. И сами бояльцы. То есть, а система техническая, то это не только, но и для этого. Да, правда. Снима наша. Да. Все разрабатываем. И железо, и сок, и нервы. Да, спасибо большое.